Господь, драгоценный, мы любим Тебя, мы уповаем на Тебя, наш Царь и наш Бог. Милости Твоей полна вся земля. Мы склоняемся перед Твоим величием. Ты один достоин всей славы, всей хвалы. Спасибо Тебе, Господь, за наше упование на Тебя, и Ты создал это желание внутри нас. Все наши желания и помышления, Господь мой, приходят от Тебя изначально. Благодарим. Аминь. Аминь, аминь. Давайте воздадим славу Господу. Рад, рад. Снова быть в родной церкви. Слава Богу. Вы знаете, как и не уезжал. Собственно, никуда я так далеко-то не уезжаю. Каждые полтора месяца я здесь, кстати, уеду, потом мы с женой опять приезжаем в декабре месяце. И будем весь месяц зимой, а то и больше. Поэтому все в порядке. Все идет своим чередом. История циклична. Друзья, приветствую вас всех. Обнимите друг друга. Поприветствуйте людей. Поцелуйте, кого имеете право поцеловать. Спасибо, прославители, музыканты. Слава Богу за вас, за всех. У нас сейчас очень интересный такой исторический опыт, как и у всей церкви, так в частности и у нас с супругой. Я, во-первых, не знал, что на Земле столько идиотов. Но чем больше ты ездишь по земному шару, ты понимаешь, народ как-то в массе своей... Вот... Не сведущий. Вообще просто... Вообще везде по миру я не про что-то. А с другой стороны, ты слышишь какие-то позитивные нотки. Например, вот сейчас я целую неделю как-то вот ездил по разным регионам России. И вы знаете, никогда такого не было, никогда. Так много людей мне не говорили, что нижегородцы какие-то особенные. И вот знаете, сейчас Нижний Новгород, он же привлекает туризм, люди стали ездить. Мне москвичи говорили, жители Санкт-Петербурга, сибиряки. Вот прям, вот если сказать, что раз пять я это слышал, это ничего не сказать. Говорят, у вас народ, говорит, какой-то хороший в Нижнем Новгороде. Говорят, люди какие-то такие доброжелательные и так далее. Ну, я не скажу, что я сильно это замечаю. Потому что в массе своей доброжелательные люди я встречаю везде. Но вот как-то нижегородцев отмечают. И я подумал, в этом что-то есть исторически уникальное. Ну так ведь? Поэтому, друзья, давайте с другой стороны, конечно же, я знаю многих негодяев, которые были нижегородцы точно так же. Поэтому вот этот банальный тезис, который часто говорят, что нет плохих народов, есть плохие люди, это правильно. Правильный тезис, хотя и банальный. Но с другой стороны, всегда надо понять, что вот чем процент людей выше, доброжелательных, и где культура такая более развитая, что ли, то и вот дух этого города, этого места, он становится более привлекательным. И во что я верю? Нижний Новгород – это город народного единства. И если его так назвали как-то исторически, город народного единства, о нем мы сняли фильм о Нижнем Новгороде, я лично снял с командой, с целой, город народного единства, то знаете, это некая фиксация в небесах о нас, что мы город народного единства. И мы сейчас с вами живем исторически здесь. И сейчас месяц единства. Как вы думаете, о чем я буду проповедовать? О великой силе единства. И прошлый раз, или два собрания назад, когда я присылал видеоролик, наверное, вы смотрели, вот, видеообращение, вот, в принципе, будет та же тема, но более развернутая. И сейчас вот такая меланхоличная осенняя атмосфера, но не надо горевать, вы знаете. Все проходит, как какой-то певец там пел, помните, все пройдет, и печаль, и радость. Вот, а потом радость проходит, печаль. Потом печаль проходит, опять радость приходит. И вы знаете, сейчас я вот, например, еду по Нижнему Новгороду и смотрю, так народ такой загрустил что-то, а у меня радость. Я думаю, у меня сейчас такой период жизни какой-то, раз какой-то определенный подъем есть, какие-то отношения с женой, как-то вот новые какие-то, любовь такая какая-то новая. Ну, это же прекрасно. Я думаю, и вот этот вот снегопад, он не сможет как-то уничтожить или как-то обнулить вот эту внутреннюю радость, которая в первую очередь приходит именно с небес. Когда приходит благодать, она может нажимать какие-то кнопки в твоей душе, которые совершенно независимы от внешних обстоятельств. И вот давайте уповать на небеса, ради которых мы сегодня сюда пришли. И ради того, кто создал эту землю, кто создал нас в этот период истории и сказал, друзья, все будет хорошо. Ты скажешь, а где это в Библии написано? На каждой странице, смотря как ты ее читаешь, смотря под каким углом. Ты читаешь, какие скорби бы не проходили на земле люди, всегда в конце Бог говорит, все будет хорошо. Всегда. Иисус уходил с земли, он сказал, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все то, что я повелел вам. Только вдумайтесь, когда человек, вот любой на смертном адре, говорит последние слова, это всегда самые важные слова. Это всегда слова, к которым люди прислушиваются. Это завещание, это всегда наставление какое-то. А наш Господь, он даже не на смертном адре, он даже не умер, а он воскрес и пошел на небеса. И говорит, мне кое-что надо вам сказать. И они все, ну да, да, и думают, сейчас скажут, кто из нас будет старше, кто круче, кому достанется корона. Он говорит, все будет хорошо. Первая глава Деяния апостолов, восьмой стих написано, вы примете силу. Вот представьте, человек говорит последние слова, вот он сказал, вы научите все народы, и потом говорит опять, еще в довершение, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, иудеи, Самаре, и даже до края земли. Представляете, какие посылы? Заканчивает слова вообще такими, вот таким сильным пассажем, говорит, Исе, я... Опа, народ засуетился. Писание плохо знаете, видимо. Говорит, Исе, я с вами. Во все дни до скончания века. Он говорит, ребята, я с вами. А если я с вами, то все будет хорошо. Если я с тобой в машине еду, значит, машина не попадет в аварию. Если он с тобой летит в самолете, все будет хорошо. Если он с тобой, пойми, он выше всего, всех вот этих вот передряд. А мы сегодня вот живем в этом информационном поле, все плохо, там кто-то воюет, тут что-то взрывается, там что-то распадается, экономика куда-то, что-то все плохо. Выключи телевизор, и начни другой читать телевизор, вот этот. И Слово Божие, оно вдохновляет тебя вообще на другие проекты. И проекты эти более величественные и более долгоиграющие. Все земное проходит. Все, знаете, границы там что-то делятся, делятся. Там кто-то на кого-то восстает. Потом все проходит, и Господь приносит свое слово. Я сейчас прям буквально читаю книгу, вот сейчас, в данный момент. Называется «Сын Хамас». Я купил ее, как ни странно, накануне вот этих всех событий. Не знал даже, что вот эти события произойдут какие-то. Просто в светском магазине. Я шел, люблю ходить по книжным магазинам, и захожу, как-то там такие исторические какие-то книжки и так далее, и там нечасто встретишь христианскую литературу. И вдруг смотрю такое название броское. «Сын Хамас». И раз читаю предисловие, и там описано, значит, о человеке, который там был в этой организации, Хамас, там и так далее, с его, их взглядами, ну и так далее. И он говорит, и о нем написано, и прямо в предисловии читаю, написано, этот человек, будучи в одной религии, не поменял свою религию на религию своих врагов, а просто встретился с живым Христом. Я прям глазам не верю. Думаю, с живым Христом. И его жизнь полностью изменилась. Его сердце наполнено с любовью, и он изменил свою полностью жизнь, и написал свидетельство своей жизни. И я думаю, значит, наша проповедь сегодня, нас, как христиан, она, кажется, утопает в этом информационном поле, о Христе сегодня никто не хочет говорить. Ну, это не самое главное. Самое главное, кто кого победит там где-то. Так ведь? Но когда мы говорим Слово Божие, вот оно как раз проходит в сердца людей, независимо от их религиозных взглядов, от их там ненависти, еще от чего-то, от политических взглядов, Слово Божие, оно в букву приходит. И этот парень раз, как-то очнулся и написал книгу. И вот она очень увлекательная. Теща моя уже прочитала, а я вот еще пока в процессе. Итак, братья и сестры, выкидываем осеннюю меланхолию в сторону, поднимаемся в Духе Святом, в радости, вспоминаем наше призвание нижегородцев. Мы город народного единства. Не мы это придумали, на нас это поставили печать, и она классная. Мы говорим о единстве, о том, что надо строить мосты, а не находить разницу между людьми. Итак, проповедь моя называется «Великая сила единства». Великая сила единства. Вы знаете, древние римляне, вот те самые римляне, которые захватили Израиль в эпоху Иисуса Христа, вот в то самое время это была империя, римская империя самая великая. Вот она была сравнима, наверное, в то время, может, только с Персидской империей. Вообще вот империи бывают какие-то великие, и нам кажется, что они будут существовать вечно. Ну, история их как-то закатывает потом куда-то в ковер. Но вот тогда Рим, это было процветание. И историки ломали голову, почему один город, ведь был великий город Карфаген, был великий город Афины, была Александрия уже была, Персипол, масса-масса городов. Махаджо-Дару в Индии был город, который первые изобрели канализацию. И когда индусы уже пользовались водопроводами канализации, вот в это время еще дикие римляне еще жили как вот звери. Это еще второе тысячелетие до нашей эры. И вдруг появляется Рим. И вот этот небольшой город начинает захватывать города вокруг, расширяется, захватывает весь Апеннинский полуостров. Это современная вся Италия. Потом выходят за пределы Апеннинского полуострова. Они порабощают, вот только вдумайтесь, они порабощают Грецию. Там, где были эти все Сократы, Аристотели, Платоны, где была великая вот эта вот культура афинская. И приходят вот эти парни из Рима. Бум! Захватили. Пришли в Израиль. Израиль, который храним был Господом. И пришли опять эти парни из Рима. Эти парни из Рима захватили всю Северную Африку. И историки говорят, как так? Как, как так? Какие-то дикие парни все это захватили. И знаете, что интересно? И все забывают, что у них был девиз. А про девиз забывают. И девиз звучал прямо вот так, по-римски он звучал. Иби Виктория, уби Конкордия. И вот это переводится так. Там победа, где единство. Поняли римляне что-то такое, чего другие не понимали. Они говорили, там будет победа, где будет единство. Поэтому все их единоначалие сходилось к тому, что римляне говорили, хотим победить, мы должны быть все как один. Вот тогда у них появилось понятие воинской дисциплины. Там появилось понятие того, что казнили каждого десятого, если он показывал спину в бою. И была не только храбрость, не только доблесть, которой они одерживали победы, а именно железная дисциплина. Она пришла именно из Рима. И железная дисциплина строилась на вот этом понятии единства. Если один побежит, побегут десятка. Десятка побежит, побежут тысяча. Но мы должны выиграть сражение. Поэтому уби Виктория, иби Конкордия. Поэтому, парни, вы должны забыть о своих там хочу, не хочу, как говорили римские сотники. Почему и сотники? Каждой сотней командовал какой-то определенный офицер. И они говорили, поэтому мы с вами захватим весь мир. И что самое интересное, они захватили весь мир тогда известный людям. Вот на ту историю, вот весь мир Средиземноморья они захватили. Я вот такой сделал большой пассаж, чтобы мы просто осознали, насколько важно вообще в победе, в успехе единство. Но сегодня почему-то мир индивидуализма, он как-то все равно фиксирует звезд одиночек. Вот звезда должна быть одна и красивая, хороший певец, хороший голос. Мы дошли до того, что мы даже верим в пасторов, в таких одиночек каких-то, которые как-то вот помолятся, и вот все у них получится. Вот они что-то сделают, эти пасторы, и вот что-то прям будет особенность какая-то, какие-то спикеры классные. Но, друзья мои, знаете, что интересно? Я когда читаю вот мою Библию, когда я прям в нее вникаю, в мою Библию, я вижу, что даже Иисус, только вдумайтесь, Иисус, вот прям Иисус, который мертвых воскрешал, Иисус, да мы рядом с ним не стоим, даже Он собрал команду. И если Он собирал команду и сказал, что я без вас, парни, ничего не смогу, если эту мысль Он дал этим 12 парням, то кто мы такие? Почему мы такие уверенные, что мы можем сделать все, перевернуть мир в одиночку своими талантами? И вот здесь я хочу сказать, что какие бы наши таланты красивыми не были, они все равно будут вступать в конфронтацию с другими талантами. И зачастую одни таланты, они не могут восполнить нужду других вещей. Поэтому церковь Иисуса Христа, она строилась на тех же самых основаниях, что и римские армии. И удивительно, что когда Иисус жил в своем Израиле, в своем родном городе, Он рос с детства. И вы знаете, кого Он видел в качестве солдат? Римлян. Он с самого детства видел римлян. Всю свою жизнь Иисус, мы забываем эту мысль, Он провел в оккупационной зоне. Он был еврей, и Он всегда, когда шел в булочную, мама его посылала покупать булку, Он шел, всегда Он видел римских солдат, которые проходили рядом и говорили на своем незнакомом языке. Когда Он шел в синагогу, около синагоги стояли тоже римские солдаты. И говорили, парень, давай короче, проходи. Когда Он шел куда-то на озеро, они там ловили рыбу с ребятами, Он всегда видел какие-то римские, римских охранников где-то. Это всегда проходило перед Его глазами. И я убежден, что Он видел бунты, и не только в своем городе, потому что историки говорят, что в то время часто возникали бунты в городах. Поэтому в каждом городе стояла римская сотня. И когда я был в Израиле, вот в этих городах Израиля, я помню, что экскурсоводы нас подводили к старым городам еврейским и удивительно всегда показывали, а вот это была казарма римской сотни. Я себе так в голове отметил, думаю, в каждом городе казарма римской сотни. И что интересно, что с другой стороны меня удивляло, а что сто человек могли держать в повиновении целый город? Ну, понятно, города были не миллионники, ну, даже пять тысяч человек это был город. Что в пяти тысячах город, который насчитывает пять тысяч человек, если соберутся две тысячи мужчин, они не могут справиться с римской сотней? Это же смешно! Оказывается, нет. Оказывается, бунты подавлялись очень жестоко всего лишь римской сотней. И в Библии так часто встречается слово сотник. Вы заметили? Даже сотники приходили к Иисусу. Это были командующие в городе римской сотни. И Иисус не раз своими глазами наблюдал такую картину, когда поднималась толпа бунтарей, мятежников, которые хотели свергнуть Рим и говорили, это чужие люди, мы хотим против них восстать. Их было тысячи. Он видел, как из города выдвигалась римская сотня. Щиты, копья, мечи. И римская сотня идет. Иисус смотрел на них и потом посмотрел на своих 12 парней и сказал такие слова. Иоанна 17, глава, 22 стих. Иоанна 17, 22. Он сказал, да будут едино, как мы едино. Иисус говорит своим ученикам, он говорит, ребята, да будем мы едины, если эти язычники для завоевания мира способны отказаться от пищи, питья в определенное время, отказаться от каких-то каких-то своих привязанных, своих талантов, интересов, если они способны завоевывать целые города и страны своим единством, у нас, ребята, миссия намного серьезнее. У нас миссия вообще спасти мир. А если спасти мир, то нам надо тем более быть едиными. И вы знаете, я думаю, что он не только сказал эти слова в Иоанна 17, 22. Он говорит, да будут все едины, как ты, отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут едины в нас. Да уверуют мир, он говорит, что ты послал меня. Иисус говорит, если мы не будем круче в единстве, чем вот эти парни, если мы не забудем наши амбиции и объединимся в наших ценностях, то вот тогда мы сможем завоевать по-настоящему весь мир. Рим завоевал только среди земноморья, а мы завоеваем весь мир именно нашим единством. И вы знаете, он собрал самых неподходящих парней в свою команду. Я вот все время думаю, ну если мы говорим о единстве, мы всегда люди пытаемся как-то подстроиться какие-то под психотипы. Я вот с детства слышал эти истории всегда, чтобы муж с женой жили вместе, у них должны быть правильные психотипы, он должен быть спокойный, как Федор Николаевич, а она должна быть вот нервная, как кто-то. И вот тогда у них будет все прекрасно. Они должны быть такими вот, такими вот подходящими характеры, такие оба тихие, например, если два козерога, ну не сойдутся, они будут бодаться. И вот люди что-то выводят то козерогов себе, то осьминогов, то там дева не может там жить с раком. Так, конечно, дева с раком не будет жить. Деве нужно жить с мужиком в конце концов. И вот мы пытаемся постоянно что-то как-то подстроить по своей психотипы. Но знаете, чем больше я живу, тем больше я наблюдаю какие-то картины. Я встречал людей в своей жизни, они оба просто вот по психотипу совершенно сумасшедшие. Оба. Вот. Ты понимаешь, ты с ними не можешь провести пяти минут. Они разговаривают так друг с другом. И живут 40 лет в счастье. И думаешь, почему вот эти живут, а другие по всем психотипам подходят историческим. Развелись через год. И знаете, что я понял? Всех людей объединяют ценности. 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 Оказывается, человек может жить даже с любым психотипом, но если у них общие ценности. Если они оба верят в Бога, если они оба знают, что они не должны разводиться, потому что их Бог сочетал, если они оба верят в прощение, если они оба верят, что Библия дана нам для нашего изменения, не его изменения, а моего. Если они оба в это верят, то каждый раз, взрываясь даже на кухне, они говорят, «Дорогой, что-то я понервничал, а я тоже». И потом, «Ну, Господь сказал прощать, так ведь? Да, все, прощаем». А бывают такие жужелицы, все психотипы подходят, все нормально, а ценности разные. Когда разные ценности, все труба, друзья мои. Поэтому Иисус говорил на языке ценностей. Вы со мной хоть чуть-чуть? Ценности всегда определят ваше единство. Это принципиально важно. И вот возвращаемся теперь со времен Иисуса в другую какую-то короткую историю. Ну, короткую. У меня несколько коротких, но важных историй. Подумайте только. Ной – человек, который жил в эпоху, в которой не было дождя. И Бог сказал ему перейти из одного мира в другой. Старый мир должен был перестать существовать. И он должен был появиться в новом мире, в котором ничего нет. И он говорит, «Все, земля зальется водой, будет караул, труба. Понимаешь, Ной?» Он говорит, «Понял». Говорит, «Все, мир старый перестанет существовать. Строй ковчег». И вот этому парню была задача построить ковчег где-то в поле, где даже нет ни моря, ничего. И я всегда думаю, ему нужно было как-то убеждать своих трех сыновей и, самое главное, жену. Представляете? Убедить. Давай все деньги вложим. Все, что у нас есть в корабль у нас в огороде. Причем в корабль таких размеров, чтобы он превосходил «Титаник». Жена тебе скажет, «Слушай, муж, я все понимаю, но нельзя же строить «Титаник». Ну, нельзя строить ее в Семенове его. Ну, нельзя. Просто даже если на Волгу поставишь, он не поплывет. Что делать-то, муж? А тем более все вложить туда. Так вот, этот парень как-то должен был все это объяснить. И он смог объяснить жене, а теперь дальше, внимание, трех сыновьям и их женам, трех сыновей. Он смог объяснить не на языке, что мы будем вкладываться, а на языке всего мироздания. Он говорит, «Ребята, ну как-то это произойдет? Ну, Бог мне сказал, будет какая-то великая катастрофа. И вот ради этой катастрофы, которая произойдет, давайте сегодня засунем как можно дальше наше эго, засунем как можно дальше наши личные представления. Давайте ради, ради будущего, ради ценностей». Вот сегодня я прям то же самое переживаю, потому что у нас, не я придумал этот мир, этот мир придуман не нами, как кто-то пел, но не я придумал все эти события и так далее, которые в мире вообще происходят. И вдруг стало ко мне приходить пророческое слово, сделай вот так. Я сначала, там года четыре назад, я даже представить не мог. «Господи, о чем ты говоришь?» Потом раз, второе пророчество, третье, потом бах, четвертое, потом еще события, между которыми вы сами многие были в моей жизни с моей женой. И потом мы оказались там, где мы есть, и мы сейчас там служим. И каждый раз я приезжаю, мне люди, «А, надо неправильно, надо...» Все знают, как ты должен поступить. Все знают, вот что ты должен делать и где ты должен жить. В каком доме, на какой машине ездить, где ты должен проводить отпуск. Вообще, как ты должен жить? Я говорю, «Ребята, мне 52, вы понимаете?» И я вот каждый раз, когда вас слушаю, у меня к вам претензий нет. Вот у меня нет претензий к людям. Я говорю, «Живите, как вы хотите. Вы позволите мне идти за Богом так, как Он мне это говорит. Ради чего-то, чего я пока, возможно, не понимаю. Я вас не теряю, надеюсь?» Возможно, я сам не до конца понимаю, почему так. Но есть пророческое слово. И вот представьте, Ной должен был сказать, «Ребята, я пока тоже не знаю, что происходит, пока, но пророческое слово пришло. Что мне с ним делать? Либо его выкинуть, сказать, нет, никакого Бога. Тогда мы будем жить, как все вот эти ребята. Спокойно, не парясь с ничем. И когда потоп придет, все утонули. Ну, либо тогда, поверите, что-то делать. А если мы делаем, то вы мне нужны. Понимаете, сыновья, у вас крепкие руки. Давайте. Могу представить, старший сын говорит, «Чухня какая-то, батяня. Чухня. Я вообще деньги вложил, другое дело. Не, 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 ничего не будет». Второй сын говорит, «Я согласен со старшим. Не, не буду». Младший сидит и говорит, «А вдруг мы потонем все?» Отец сказал, «Потоп будет?» Они, «Да не будет». Он говорит, «А откуда ты знаешь? А вдруг будет?» Жена сидит, слушает этот диалог у них у всех. Три сына, и муж сидит, она не знает на кого. И я представляю, как муж смотрит ей в глаза и говорит, «Ну, ты мне-то веришь? Ну, Бог мне сказал. Поверь мне, дорогая. Знаете, сложно. Когда сидишь и думаешь, старший сын говорит, «Пап, ну, понимаешь, над нами смеются. Люди говорят, странные тебе вещи приходят в голову. Это сложный диалог, но ему нужно было завоевать их в ценностях». Он говорит, «Ребята, даже если я ошибаюсь, предположим, ничего не будет. Давайте предположим. Ну, давайте хотя бы сплотимся ради меня, ради вот этого дела. Давайте сделаем мой дурацкий проект. Построим мы этот дебильный корабль. Построим. И ничего не будет. Да, мы будем банкротами. Все. И, возможно, надо мной будут смеяться, и я умру, и все будет в порядке. Зато музей какой будет, подумайте. Потом все люди по земному шару будут ходить, скажут, «Вот чувак, построил в Семенове, вложил все деньги и построил корабль огромный». Да говорю, «Да вы потом просто заработайте на входном билете. Вот только подумайте. А там еще зоопарк, если сделать, вообще красота». А звери сказали, придут. Это же все в Библии. Друзья, это все сложно. Это на самом деле сложно. Вы должны понять, к чему я веду всю эту мысль. Единство – это очень сложно. И первое, что, первое, если мы запоминаем или что-то, первое, что объединяет нас, это всегда, когда мы трудимся вместе. Труд всегда объединяет людей. Труд, путешествия – это все одно и то же. Когда мы что-то делаем вместе. Иисус взял этих парней и три года Он водил их по земле. Три года. Он с ними ел, с ними пил, Он кормил голодных с ними. Три года. Если Иисус потратил три года для того, чтобы у этих двенадцати было единство, то, слушайте, мы почему думаем, что сделаем быстрее? Почему мы считаем, что это слишком сложно? И помните история, чем закончилась? Мы оставим за скобками уже с Ноем. Ноя оказался прав. И тогда, когда он оказался прав, я могу представить, как чувствовал старший сын там и другой. Я моделирую, может, такого нет. Но Библия моя говорит, «Бытие 7-7». Такие замечательные слова. «И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег отвод потопа». Написано, что он вошел, жена вошла, все эти сыновья вошли, и жены еще их вошли. И он говорит, «Видите, ребята, как важно было единство в час трудности. Как это здорово, что мы вместе с вами строили». И, наверное, когда эти воды потопа там издевались над землей, в это время они сидели, и старший сын говорит, «Классно, что я эту балку сделал все-таки. Все-таки не зря вам, я вырос хорошим плотником». А младший говорит, «Слушай, я вот не зря закончил зоотехникум, теперь вот я знаю, как кормить всех этих животных». Они все были разные, но они что-то делали вместе, и они вместе спаслись. Поэтому, когда мы трудимся вместе, это всегда признак цивилизованных людей. Они способны договориться. Это ценность смочь договориться. Я всегда говорю своим детям, своей жене, я говорю, «Слушайте, я сто раз могу быть суперэмоциональным человеком, коим я слыву по жизни». Говорят там, «Ну я говорю, я способен договориться, это правда, со мной можно договориться». Я говорю, «Давайте, ребят, если это общие ценности, мы договоримся. Если ценности не работают, тогда не договоримся». Вы здесь, дорогие мои? Второе, что должны были люди делать всегда? Они должны были молиться вместе. Они молились вместе. Если мы не молимся вместе, у нас разные ценности. Вы знаете, я не могу представить, чтобы люди жили в семье и, вернее, даже поженились, были разных религиозных взглядов. Где-то трудно представить. Вообще трудно. И когда я однажды этот тезис сказал где-то в интернете, я помню, у меня всегда что-то я скажу одно, там у меня сразу куча хейтеров вдоль поперек. И вот там одна женщина прям пишет мне, причем в личку, и такая пишет мне, говорит, «Вы глубоко ошибаетесь, вот знаете, что я вам скажу? Я посмотрел вашу передачу какую-то, и вот вы это сказали. Так вот, я считаю, что вы глубоко ошибаетесь. Мы с мужем моим живем, я православная христианка, а мой муж мусульманин, мы живем вот 40 лет, душа в душу, у нас никаких проблем. Нет по религиозному вопросу». Я просто ей говорю, «Вы давно ходите в церковь?» Она, «Ну как?» Ну лет там 10 назад была последний раз. Я говорю, «А кто вас венчал в церкви?» Она, «Нас вообще не венчали». Я говорю, «Ну может вы ходили в не синагогу, а в мечеть, там что-то с вами делали?» Она, «Нет тоже». Я говорю, «Вот, дорогая, вы объединились на базе ценности, что для вас не важно Бог и вообще спасение. Это ваша ценность, она вас объединила. Вот и все, потому что муж никакой мусульманин, как и вы никакая христианка. Конечно, у вас будет единство». Вы знаете, один болельщик «Спартака» сказал, «Я никогда бы не женился на болельщице «Динамо». А я про себя подумал, если бы моя жена болела за «Динамо», а я бы за «Спартак», мы бы точно жили прекрасно, потому что ей наплевать на футбол, как и мне. Поэтому у нас было бы полное в этом единство, точно вам говорю. Поэтому ценности это более глубокие понятия. Я не теряю вас, друзья мои. Поэтому люди должны были молиться вместе. И теперь возвращаемся к Иисусу. Иисус строит единство. Друзья, у нас даже конференция будет 4-5. Это единство. Кстати, что Константин говорил, друзья, подростки, придите ради единства, ради того, чтобы быть вместе. Единство. Потом, у нас будет конференция, она посвящена тому слову, что единство во Христе. Единство во Христе объединяет людей в молитве. Мы придем просто помолиться вместе. Просто встать вместе и помолиться. Поэтому я так вот не согласен с этим тезисом популярным, который часто озвучивается так, что молиться нужно всегда только одному. Нужно одному молиться 100%. Но не всегда. И моя Библия так часто упоминает о том, что народ должен был собраться и помолиться. И вы увидите на страницах Библии. И вот знаете, Иисус собирает людей. Сейчас возвращаемся к другой мысли, но к важной. Он собирает команду, и в этой команде находятся два разных человека совершенно. Причем команда интересна разная. Они разные даже в возрасте. Иоанну 14, Петру и Матфею около 23 примерно лет. Он собирает историки, разнятся, они там по разным кусочкам собирают эти мысли. И вот представьте, что ты будешь делать вместе с 14-летним парнем? 14 тебе 23. Ну, ладно. Второй момент. У них разные были политические взгляды. Симон Зилот это человек, который ненавидит римскую оккупацию, который подговаривает людей для того, чтобы убивать иногда римских солдат. В то время как Матфей это человек, который собирает налоги для римской армии. Эти два человека никогда бы даже не встретились в реальной жизни. Они не смогли бы встретиться. А если бы встретились, то только с ножами в руках, и кто кого быстрее убьет. И вот Иисус собирает одного призывает и второго. И смотрите, что он интересно делает. Он вкладывает в них ценность и говорит любите друг друга. Это та ценность, которая скрепляет церковь. Это тот язык, который есть только у церкви Иисуса Христа, который говорит любите друг друга. А любовь покрывает множество грехов. Поэтому вот эта любовь, это не просто ну, это не просто какое-то слово вот такое просто распространенное. Любовь это такое действие, когда ты понимаешь, что что этот императив приходит с небес. Это не эротика, это не хочу тебя, это люблю тебя. А значит, я готов для тебя что-то сделать ради тебя. Не ради себя, а ради тебя. Вот поэтому, если ты живешь с такой ценностью, то в семье все будет хорошо. Даже если ты там вышла из дурдома вчера, а он вернулся прямо из психушки. И если у вас действительно есть общая ценность, хорошая, любить друг друга, то все будет хорошо. Это точно. И наоборот, будьте вы хоть какими-то интеллектуалами, если у вас нет этой общей ценности, все будет вызывать проблемы. Потому что без любви люди пытаются менять друг друга. И я могу представить, как эти два парня встретились, и даже четыре, кто с кем разговаривал, и начали выяснять отношения. Что мы всегда делаем? Выясняем отношения. Иисус только отошел в сторону. Я тебя любить. Ты что, я тебя завалю. Сейчас выйдем за угол. Таких, как ты. Да я римлян валил, а ты сейчас, Матфей, ты только дернись. Сейчас я тебя. А тут только попробуй. Вон уже римская сотня стоит. Да мы таких валим вообще. Я сейчас римлянам шепну, они дом твой сожгут к чертовой матери. Там 14-летний Иоанн подходит. Ребята, любите друга. Иди отсюда вообще. Подросток, бестолковый. Иди отсюда. Раз, пошел. Подросток. Команда так себе, я тебе скажу. Она бы даже для футбола не подошла. А уж тем более для спасения мира это совсем труба. Поэтому третий момент, очень важный, третий. Они проясняли конфликтные моменты. Конфликтные моменты очень часто нужно прояснять, если они появляются. И я думаю, что Иисус помогал им в этом. Он каждый раз, как вот своим детям, говорил, любите друг друга. Ребята, вы должны понять, что вы другого духа. Вы знаете, как дети? Вот у меня в семье дети, вот они уже, кто-то вырос, ну почти все выросли уже. И вот они разговаривают между собой. Раз, что-то поссорятся. И первое, что они хотят, чтобы я наказал кого-то из других. Он знаешь, что он мне сделал? Что он мне сделал? Вот так, как меня? Накажи его, папа. И думаю, сейчас папа его раз за волосы. А, как ты мог, мразь? Так ведь. Я подхожу к нему, он говорит, а, на мне, вот так, накажи ее. И вот ты сидишь и думаешь, что же ты с ними будешь делать? На самом деле, тебе, как отцу, хочется только одного. Чтобы они были едины. Вот и все. И ты говоришь, дети, ну при чем тут так и так? Вы братья и сестры родные. У вас больше не будет других. Я однажды такую даже вещь им сказал. Я говорю, поймите, вы замкнутая система. Все, вас четверо, вас пятеро уже не будет. Вас уже не будет шестеро, вас будет только четверо. А потом это тоже количество будет убывать. У меня мама из семьи, у которых было пятеро детей. И я помню, как один за одним уходили они. Бык, их становилось меньше. И они встречались с сестрами, говорили, вот одного брата похоронили. Потом встретились, еще одного брата похоронили. Их осталось три сестры. Я помню, как они прям сидели и говорили. Сидят три сестры и говорят, больше братьев у нас нет, а было два. Потом, чик, две сестры сидят на похоронах одной, и говорят, вот нас уже две осталось. Я говорю, поймите, эта система убывающая. И поэтому, если вы живете для вечности, вы будете всегда вместе. Даже там, на небесах, вы будете вместе. Но здесь-то, неужели вы будете делить свою глупости? Работает. Читаем контекст. Марка 10, глава 35 стих. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им, что хотите, чтоб я вам сделал? Вот вы переводите это все на русский язык, на земной. Подходят два парня, тайком, к учителю, к пастору. Пастор, что попросим? Главное, братья родные подошли, заметьте, они уже скрепленные, мама уже их научила быть вместе. И в другом тексте написано, что еще мама подошла. Мало того, братья еще маму приплели. И вот они вместе с мамой стоят и говорят интересные слова. Иисус говорит, чего хотите? Он знает, но пусть озвучит. Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей. Вот заметьте, в славе твоей. Вот когда ты прославишься, когда вот ты уже будешь президентом большого государства, когда будешь царем, пусть с одной стороны один сын сидит мой, а с другой другой сын. Эти двое. И мы хотим, как мама сказала. Можно так будет? Нормальное желание, совершенно пупое, земное, наивное, и совершенно какое-то материалистическое. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите. Вот часто Господь говорит, да вы просто не знаете, чего вы просите. Потому что вы просите просто для себя. Вы просите свои собственные амбиции и преференции. Вот вы просто материалисты до такой степени, что вы уже даже в команде сто лет, я вам рассказываю о Царстве Божьем, а вы с портфелем пришли. Вот у кого портфель будет больше? Иисус говорит им, можете ли пить чашу, какую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Другими словами, Иисус говорит, вы знаете, что любые ценности, любые вещи, они проверятся. Это будут страдания. Ты готов пострадать за это? Они говорят, да, написано. Они отвечали, можем. Иисус сказал, хорошо, вы так сказали, вы будете пить эту чашу. Он говорит, хорошо, вы будете едины. Хорошо, я благословлю вас, вы будете в Царстве. Но вы пройдете все, что вы сами мне сказали. Все эти испытания. Интересно. Интересно, что последний стих 41, Марка 10, 41, написано, и услышав это, десять другие начали негодовать на Якова и Иоанна. Знаете, что интересно? Другие десять узнали о том, что те подошли, и стали негодовать. И негодовать мы думаем, они за справедливость. Да они сами там хотели быть. Эти десять говорят, мы сами там хотели, они нас опередили. Представляете, какой конфликт. Они идут и спорят. Ты что, ты как мог? А ты как? Иди отсюда. Я тебя сейчас. Иисусу надо было этих парней всегда успокаивать. И говорить, да перестаньте вы. И опять же, я говорю, это Иисус. И знаете, что самое поганое? Они начали обвинять друг друга в том, что у них намерения совершенно плотские. Не просто, что ты что-то делаешь неправильно. Вот ужаснее не бывает, когда твой близкий человек поверил, что твои мотивы самые подлые. Вот это самое поганое. Знаете, ничего ужаснее не бывает, как слушать жену, которая говорит, мой муж подлец внутри себя. И я думаю всегда, либо жена так сильно ошиблась, либо она не должна говорить такие слова. потому что когда мы верим, что чьи-то мотивы, твои мотивы, вот ради того-то и того-то, совершенно плотского и низкого, с таким человеком ты никогда не сможешь вместе быть. Ученики обвиняли друг друга именно в этих вещах. Они начали обвинять друг друга, что у них мотивы самые дурацкие. Иисус не разогнал эту команду. Он просто давал им все время понять, ребята, единство – это гармония разного. Поймите, вы разные, и поэтому это будет у нас прекрасное занятие, прекрасное царство, которое мы построим, потому что я верю в каждого из вас. Я считаю, что каждый из вас имеет правильное намерение. Даже сейчас в церкви. У нас, знаете, сколько в церкви было подлецов? Много. В нашу церковь приходили. Нас и обкрадывали в церкви. И поступали неправильно. И про меня гнусные вещи писали люди, которым я служил. Понимаете? Но каждый раз, приходя в воскресенье, я смотрю на вас и думаю, ну вы, я не поверю, что вот каждый из вас пришел на собрание воскресную проповедь из-за каких-то корыстных мотивов. Ну, может быть, изначально, да, Господи, замуж хочу. Или, Господи, там, денег хочу, помолюсь, мне придут. Но в конечном итоге человек становится христианином, потому что ему нужен Господь. Тебе нужен просто Бог, и ради Него ты приходишь. Да, иногда ты оцениваешь одного проповедника, другого оцениваешь, музыкантов и так далее. И это не делает тебе чести, наверное. Но, с другой стороны, наверное, ты оцениваешь кого-то тоже, как люди поступают и так далее, и тоже тебе не делает чести. Но ты приходишь ради того, чтобы встретиться со Христом. И это самое ценное. И последнее, четвертое, они ели вместе. Ели. Я всегда говорю одну и ту же вещь. Стол – это сакральное место. Стол. Я всегда говорил детям, садитесь за стол. Дети, мы не хотим есть. Я говорю, мне это вторично. Когда они еще были мелкие, я сейчас уже постарше, сейчас не могу так управлять. Но когда были мелкие, я говорил, всегда за стол садитесь. Дети, вы должны сидеть за мной за столом. Мы помолимся, потом можете не есть ничего, идти куда угодно. Но первые минуты вы должны сесть. Я помню, как им тяжело давалось. Они оставляли свои уроки, садились. И когда мы садились за стол, я клал просто ручки на стол и молился просто. Господь, спасибо тебе за твою милость, благодать за нашу семью. Говорил, ну, вкусите хлеб. И всегда говорю, стол, друзья мои, это то место, которое мы едим, пищу вкушаем. И мы говорим, это честь для меня сидеть за столом. Вот только вдумайтесь. Я однажды попал за стол к одному человеку, ну, уважаемому человеку. Я помню, как я сидел за столом с проповедником известным. И я сидел, и у меня прямо осознание пришло. Он позвал меня за стол. Не просто встретился в коридоре, привет, там хлопнул, помолился. Он позвал меня за стол. Я сижу за столом, за его столом. И я думаю, это такая честь. Слушайте, где Иисус подал свою чашу? Вдумайтесь, за столом. Он посадил их за стол, всех этих ребят. И это был, наверное, обычный ужин, еврейский ужин, там какой-то, Пасха, да, они там ели баранину, у них там было вино. В еврейской культуре они не бухали, как мы, россияне. Поэтому, и он взял вино, подал чашу, взял чашу, и подал им чашу. И они чувствуют стол Иисуса. И он говорит, «Это моя кровь, за вас проливаемая. Каждый пейте из нее, из этой чаши. Это честь для вас, что вы сидите со мной за этим столом. И это последний наш стол. Потом я уйду. Поэтому вы будете это ценить и помнить». Я могу представить, что было в этот момент. Они сидят, пьют эту чашу, принимают каждый, смотрят на Иисуса и понимают, к чему он их призвал эти три года. Призывал их к небесным вещам. Не к римскому захвату земному, а к захвату небесному. К тому призванию, которое он сказал. Идите теперь, научите все народы. Несите вот этот посыл жизни вечной каждому конфликтующему народу, каждому язычнику, каждому человеку в проблемах. Придите и скажи, «Смотри туда. Оттуда приходит любовь и вечность. Смотри туда. Никого не оценивай. Иди за своим Богом. Иди за Его Словом. Смотри на Него. Он поможет». И он сказал, «Ты за столом». Так ведь? Я могу представить, эти парни сидят, и Иоанн говорит, «Ребята, я самый младший, но мне так хорошо, что вы меня приняли за этот стол». Могу представить, как Матфей сидит, говорит, «Ребята, я действительно служил римской армии. Мне очень стыдно». И говорит, «Я помнишь, тебе говорил, Симон, найду, убью тебя. Я люблю тебя, брат». Симон говорит, меч свой вытащил, положил, говорит, «А я даже хотел тебя после этой вечеринки зарезать. Тебя». Но ради царства, ради царства, возьми мой меч, хочешь меня убей. Но нет, 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 я этого не сделаю. Точно. Точно, потому что мы с тобой братья. Мы едины. Нас Иисус призвал к чему-то великому. Наверное, они так поговорили. Потом Христос был на кресте. Они все разбежались, испугались. Никто не поднял меча друг на друга. Они все разбежались, но у всех было чувство, что чего-то их ждет великое. Что-то великое в единстве. И вы знаете, и когда они собрались после уже воскресения Иисуса, когда Иисус вознесся, Деяние апостолов 1-2, написано, наступил день Пятидесятницы. 50 дней прошло после воскресения Иисуса. И написано, «Все они были единодушно вместе». Деяние апостолов, 2 глава, 1 стих. Вот я читаю мою Библию, написано, «Все они были…» или «Что написано?» «Единодушно вместе». Они сидели, уже Христа не было. Уже все, Христос вознесся. Они сели вместе. Их было 120 человек. Уже еще приклеились люди, приклеились женщины, еще кто-то пришли, еще ученики. 120 человек сидят, и написано, «Единодушно вместе». «Единодушно» слово-то какое? Слово-то какое мощное, «Единодушно». Они просто говорят, «Мы разные все, у нас разный пол, мы разные вообще люди, но у нас одна есть надежда, что наш Христос не ошибся, избрав нас всех». Он не ошибся, точно. «И после этого написано, «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, наполнил весь дом, где они находились». И 4 стих. «И исполнились все Святого Духа, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Они все наполнились Святым Духом, все наполнились силой, о чем Иисус им говорил. И потом пошли каждый, куда он не приходил. Он нес с собой этот Дух, единство, Дух Христа и Дух радости. Представьте, в депрессивную атмосферу, к язычникам, и они сидят злющие, а на тебе Дух Святой. И ты говоришь, «Все будет хорошо, все будет точно хорошо». Дух Святой все поправит. Он поправит на этой планете. Он починит все эти, все эти разности, шероховатости. Потом все уберет. Все умрут. Все. И вы, и я. Все в порядке. Мы все умрем. А потом он создаст новый мир. И нас всех призовет. И мы все живы будем там. Представляете, какое единство? Мне одна сестра рассказала, я на этом заканчиваю, давайте встанем. Одна сестра рассказала прям, говорит, у нее муж умер. Ну, вы знаете, кстати, этих людей. Знаете. И вот я с ней встречаюсь, с женой моего друга. Встречаюсь, мы давно не виделись. Она такая вся красивая, ухоженная, все. Замуж не вышла. Живет и говорит. И вот, говорит, мне сон снится недавно, Павел. Прямо недавно. Говорит, снится сон. Я, говорит, мужа своего вижу. Он, говорит, идет, где-то там по коридору. А она, говорит, я бегу к нему, обнимаю там вот, целую, плачу. А он такой, говорит, смотрит на меня и говорит, а что ты плачешь? Я же живой. Говорит, разберись со своей верой, и все будет в порядке. Я же, говорит, живой. Ты что, говорит, не знала, что там все живы? И она, говорит, я слезы вытерла, утром проснулась и вдруг поняла, так он живой. Мы верим в живую надежду и, говорит, разберись со своей верой. Слушайте, во что мы верим? Мы верим в какую-то земные какие-то преференции? Мы в вечность верим. Аминь, дорогие мои. И поэтому здесь будет все хорошо. И будем делать свою работу. Аминь. Никого не судить, идти вперед. Отец Небесный, я молюсь, Господь, за церковь нашу, за народ Твой. Господь, за Твоих людей, Отец, которые разные. У них есть о чем спорить. У них есть, Господь мой, о чем на друг к друге притыкаться, как друг друга оценивать. Но Твоя милость, Твое единство, Твое сверхъестественное единство, которым Ты помазал Нижний Новгород. Ты обозначил этот город как город народного единства. Господи, отсюда, Отец мой, исходит этот дух единства. Господь, и мы молимся, чтобы мы были едины, как Ты, Господь, в нас, и мы так в Тебе, Отец. Благодарим Тебя, Господи, что Ты делаешь Свою церковь единой. Господь мой, Ты благоволишь к нам. Мы благодарим Тебя, Отец. Благослови, дай единство в семьях, дай единство в командах, дай единство ради общего дела, единство в ценностях, Отец мой, чтобы то, что нас объединяет, было намного сильнее того, что нас разъединяет. Спасибо Тебе, Господь, что Ты создаешь эту гармонию из разницы. Отец, благослови каждого, дай это откровение о единстве, и я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь. Давайте воздадим славу Богу.